Всем привет, друзья! С вами снова Владимир Чайкин. Мы снова в походе. Очень много вопросов было по поводу аптечек. Просили рассказать об аптечке, которой пользуюсь я. И мы решили снять несколько видео на эту тему и разделить их на несколько частей. Первая часть будет об аптечке, которой я пользуюсь. Я покажу ее в таком состоянии, в каком она попала ко мне в руки. То есть практически из магазина. Эту аптечку мне подарили. Катя, спасибо за подарок. С этой аптечкой я хожу уже год. Я уже успел ее конкретно распотрошить. Сегодня дома искали все ее составляющие, чтобы собрать ее в то состояние, в котором она продается. Ну и попробуем вам показать, в какой комплектации она идет из магазина. Аптечка, на мой взгляд, очень хорошая и интересная. Ну а второе видео из этой серии будет уже о том, как я укомплектовал эту аптечку и подогнал ее под себя. Потому что, ну конечно, все вещи, которые идут в комплектации из магазина, я с собой не ношу. Половина из этих вещей остается дома. А вторая половина укомплектовалась уже мною из необходимых мне препаратов и всяческих штучек, которые мне конкретно нужны в аптечке. То есть второе видео будет о том, как я уже укомплектовал эту аптечку под себя. Аптечка, с которой мы ходим в походы, у нас от фирмы Life Systems. Очень достойная фирма. Если честно, я о ней раньше особо много не слышал. Но как-то Таня решила купить средство от комаров. И оно было именно от этой фирмы. И оно оказалось просто отличным. Одно из самых лучших средств от комаров, которые мы использовали. Но о нем будет позже рассказано в каком-нибудь следующем выпуске. Когда мы подбирали себе аптечку, мы хотели выбрать именно waterproof аптечку. То есть водонепроницаемую в гермочехле, чтобы все медикаменты и все таблетки и препараты оставались в сухости. Потому что, что греха таить, в наших походах часто идет дождь и мы частенько мокнем. Ну, в общем, наш выбор остановился именно на этой аптечке от Life Systems. Это не реклама, а просто действительно качественная штуковина. Ну, начнем, наверное, с чехла. Чехол сделан из такой толстой прорезиненной ткани. Я бы сказал, вообще практически из такой, не знаю, из резины, да, наверное, уже даже практически. Ну, здесь разметка, чтобы понять, что это аптечка. Здесь у нее очень полезная штука. Петли, чтобы носить ее на поясе или крепить ее на снаряжение. Можно и вертикально, можно и горизонтально. Здесь у нее два ушка. Можно носить на ремне, то есть пропустил здесь ремень и через плечо как сумку ее таскать. Ну, или можно, как мы, просто класть ее в рюкзак. Застегивается. Ну, в общем, внешняя оболочка этой аптечки представляет из себя гермо-чехол. Толстый гермо-чехол. Он настолько толстый, что он утяжеляет вес аптечки. И иногда, когда мы идем в какой-то более-менее сухой поход, мы носим аптечку без него, чтобы сэкономить в весе. Но этот чехол, по-моему, вообще неубиваемый, потому что толщина этой прорезиненной ткани действительно очень большая. И никак ее не проткнешь, не убьешь. Ну, не знаю. Действительно надежный чехол для тех, кто заботится водонепроницаемости своей аптечки. Ну, наверное, все об этом чехле. Ну, давайте посмотрим, что же лежит внутри этого чехла. Чехол это всего лишь внешняя оболочка. Внутри лежит сама аптечка. Вот так вот выглядит этот сверток. Он уже совсем небольшой и совсем не тяжелый. Крепится он резинкой. И в развернутом состоянии представляет вот что. Такой вот интересный органайзер, который можно подвесить на какое-то дерево, на сучок, на какой-нибудь крючок. И играть уже в такой полевой госпиталь. Потому что здесь действительно много всяких полезных штуковин. Ну, давайте будем рассматривать все по порядку. Как вы видите, аптечка поделена на три сектора. Первый сектор, первый карман называется Medication and Accessorize. Что по-русски означает медикаменты и аксессуары. То есть, всякие медицинские принадлежности. Я постарался, конечно, разложить ее содержимое, как оно было в этих карманах. Но, может, я что-то напутал. Потому что я уже год пользуюсь этой аптечкой. И, разумеется, я там уже все распотрошил и разложил по своему образу и подобию, как мне нужно было. Следующий карман называется Bleeding and Breaks. Что означает кровотечение и всяческие переломы, раны. То есть, здесь лежит перевязочный материал. И последний, самый тощий карман называется Gloves and Info. То есть, перчатки и информация. Ну, как мне кажется, какое-то дурацкое предназначение для этого кармана. И я туда складываю таблетки в основном. В общем, чехол очень удобный. Я им доволен абсолютно. Складывается он вот так. И перетягивается своей же резинкой. Очень компактно, очень удобно. Ничего не открывается, не разваливается. И быстро все открывается. И поделено на сектора, чтобы вы могли быстро найти то, что вам необходимо. Ну, давайте перейдем к самому интересному. Будем доставать понемножку, что там есть. Так, начнем с медицинских принадлежностей и медикаментов. Но сразу скажу, что медикаментов там практически нет. По идее, в комплекте должен идти парацетамол, упаковка парацетамола. Но в моей аптечке его не было. Потому что, по-моему, таблетками может торговать только аптека. И из-за этой аптечки, видимо, вытащили этот парацетамол. Потому что продавать его в магазине какого-то снаряжения, это незаконно. Во всяком случае, так у нас. Ну, давайте начнем потрошить аптечку. Что у нас попалось первым? А, это у нас, знаете что? Это у нас маска для искусственного дыхания. Ну, вот так она выглядит. Ну, ладно, я не буду ее раскладывать. Если вам интересно, можете загуглить, как ей пользоваться и для чего она нужна. В принципе, в походной аптечке она мне не нужна. Потому что я хожу обычно в поход с близкими людьми. И мне несложно им сделать искусственное дыхание без масок. Так что эта вещь, мне кажется, лично мне в аптечке не нужна. Может, в каких-то больших группах или тем, кто занимается на коммерческой основе какими-то походами, когда он водит каких-то незнакомых людей, может, эта маска и пригодится. Ну, и то. Не факт. Следующая вещь, это треугольная повязка. Тоже, как по мне, в походах вещь бесполезная. Ее можно смастерить из любого куска ткани или там оторванного рукава от вашей одежды. В общем, тоже я ее оставляю дома. Дальше идут вещи более полезные. Следующий лот, это у нас противоожоговый гель. Точнее, ну, заморозка она еще называется в народе. Кулгель, который охлаждает место вашего ожога и снимает болевые ощущения в месте ожога. Очень полезная в походе вещь. Кстати, очень жалко, что здесь только один вот такой вот пакетик. Я бы положил больше. Дальше у нас идут английские булавки. Три штуки разного размера. Я бы положил еще одну побольше. Ну, английские булавки в походе вещь нужная и часто пригождается. Следующее, что мы достаем, это ножницы. Обычные ножницы. Здесь у них линейка. Ну, режут. Я ими отрезал уже пластырь и пользовался ими. Ну, ножницы и ножницы я бы положил, конечно, чуть поменьше. Дальше у нас идет пинцет. Пинцет сносный. Им мы уже выкрутили несколько клещей. И он ведет себя нормально, как положено пинцету. Так, и следующая вещь. Это самая интересная вещь в этой аптечке, наверное. Я был поражен. До этого я такой штуковины не видел. Это градусник. Причем этот градусник, как вы видите, толщиной с пластиковую карту. Сейчас я попробую его извлечь оттуда. Вот так он выглядит. Градусник, конечно, интересный. Но, если честно, мне даже боязно его использовать. Мы его уже брали с собой во множество походов. Но, тху-тху-тху, бог миловал. Ни у кого не было температуры и не было необходимости его использовать. Но градусник сам по себе очень интересный. И если он реально заменяет градусник, то это очень круто. Потому что это просто невесомая пластинка. Причем она многоразовая. Сейчас вам Таня прочитает, как им пользоваться. Инструкция гласит, что градусник нужно положить под язык. Подождать одну минуту и сразу же просчитать показания. Каждая точка обозначает 0,5 градусов Цельсия. Последняя точка, которая покрасится в черный цвет, обозначает температуру. И градусник перезагружается через 30 секунд после использования. Написано, что градусник должен использовать только один человек. И после этого вытирать градусник влажной салфеткой. И хранить его нужно в прохладном сухом месте. Вот такая вот штуковина. Но если вдруг у кого-то, не дай бог, будет в походе температура, мы ее используем. Ну, мы не носим с собой никакой другой градусник. Пока что вот это у нас место градусника. Такая вот плоская карточка. Если кто-то чем-то подобным пользовался, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно всякие отзывы послушать. В этом кармане все. Он пустой. Переходим к следующему, самому толстому карману, в котором лежит перевязочный материал. В принципе, в туристических походах это самая необходимая вещь, как по мне. Потому что очень часто всякие порезы, травмы, растяжения. Ну, начнем доставать все по порядку. Следующее, что мы достаем, это обычный бинт. Бинт и бинт. Что про него можно сказать? Нет. Ничего, обычный бинт. Эластичный бинт. Эластичный бинт с двумя скрепками, соединяющими его. Вещь в походах очень полезная. Часто бывают какие-то растяжения. И тогда он приходит нам на помощь. Дальше мы достаем вату. Вата тоже полезная штуковина. Ну, что вата и вата. Что про нее можно сказать? Тоже ничего не скажешь. Кровату все и так все знают. Это, если честно, я не знаю, что такое. Я это из своей аптечки выложил. Мне кажется, что это какая-то штуковина для наложения плотной повязки, которую под бинт укладывают на какую-то раму. Для того, чтобы остановить кровотечение. И тут их пять штук. Дальше. Это примерно та же хренотень. Это тоже, мне кажется, как какая-то прокладка. Если у вас кровотечение, накладываешь и обвязываешь бинтом или фиксируешь каким-то пластырем. Вот такая вот штука. В принципе, может пригодиться. Поэтому я ношу их с собой. Достаем дальше. О, это полезная штуковина. Это матерчатый пластырь. Им я уже пользовался. От него я уже отрезал куски. Пластырь стоящий. Клеится намертво. Потом фиг отдерешь его от ноги. Ну, это, в принципе, то, что нужно в походе, чтобы он не отваливался у вас в ботинках. Пластырь действительно очень хороший. Матерчатый. Толстый пластырь. И рулон довольно большой. Довольно много его здесь. Так. Я, наверное, сразу все достану, чтобы было удобно извлекаться. Дальше у нас идет вот такая вот хренотень. Если честно, я не смог не перевести, не понять, что это такое. Тут написано, что это какая-то микропоровая лента. Ну, я думаю, мы потом на монтаже посмотрим, что это такое. И подпишем видео. До сих пор не удосужились. Да, до сих пор не удосужились понять, что это такое. И как аборигены выкинули, не поняв, что это. Так. Ну, дальше идет куча пластырей. Квадратный пластырь. Еще один квадратный пластырь. Ну, это всем понятно, зачем клеить мозоли. Прямоугольный пластырь. Огромный пластырь. Кажется, тоже два. Ну, часть пластыря мы уже использовали. Да, я уже клеил ими ноги в Норвегии. Таня клеила, кажется, тоже. Нет, я не клеила. Но я точно клеила. Вот это большие пластыри хорошие. Можно пятки здоровскими заклеивать. У меня ноги большие. Мне как раз нужны большие пластыри. Это специальные пластыри для мозолей. Они плотные. Здесь такая вот пластиковая прослойка. Видимо, какая-то антисептическая. И по краям клей. То есть, это пластырь специальный для мозолей. Я один уже использовал. Штука офигенная. Ноги чинит на раз. Их тут тоже должно быть несколько. Вот у меня осталось только два, но их было больше. Я уже использовал несколько штук. Так, ну это еще один прямоугольный пластырь. А это вообще крутая штука. Когда у вас огромная рана, там, не знаю, разверзлась на пол ноги, например. И вам нужно ее уже зашивать. Но зашивать вы не умеете. И у вас нет там шелковой нити и иголки. То можно стянуть края раны вот этими вот полосками специального пластыря. Ну как вместо швов стягивайте края раны вот этим пластырем. Очень крутая штука. Тоже может иногда пригодиться в походе. Так, в этом кармане все. Закрываем его. Переходим в последний карман. Что у нас здесь лежит? Здесь у нас... Так, это лишнее. Здесь у нас лежит информация о оказании первой помощи. Информация только на французском и на английском. Ну, в общем, стандартная информация об оказании первой помощи. Типа, какую позу нужно придать человеку в отключке, чтобы он не подавился своими рвотными массами. Ну и так далее. Ну, в общем, такая книжка о первой помощи. Памятка, точнее. Но она пригодится только тем, кто знает французский или английский. Дальше. Дальше у нас идет в неимоверных количествах просто стерильные салфетки. Их тут... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Мне кажется, было больше. Мне кажется, уже несколько я использовал. Но стерильные салфетки завсегда пригодятся. Их много, но вещь полезная. Пусть лежат, может пригодятся. Последняя вещь из нашей аптечки. Это перчатки. Две пары перчаток. Ну, тоже спорная штука в походной аптечке. Каждый решает для себя, нужны ли ему виниловые перчатки в аптечке. Не знаю. Мне, например, я решил, что не нужно. Поковыряемся друг в другую. Прослучай голыми руками. Ну, вот и все, что есть в этой аптечке. В комплекте должен еще идти парацетамол, который в моей аптечке почему-то не положили. Ну, я не знаю лично почему. В общем, его не было. Вот, наверное, и все про аптечку от Life Systems. Я половину из того, что сегодня для вас перечислил, оставляю дома. Еще кучу медикаментов добавляю. Добавляю еще всякие штуки, которые мне необходимы в аптечке. Но про это, как я уже сказал, будет следующее видео. Про то, как я собираю эту аптечку под себя. На этом, наверное, сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Комментируйте, что вы кладете в свою аптечку. Какими аптечками пользуетесь вы. С вами был Владимир Чайкин. Таня снимала меня на камеру. Ходите в походы, друзья. У нас уже даже солнце село за горизонт. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»